Итак, всем привет! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем наш разговор о футбольном клубе Нижний Новгород, который недавно был переименован в Пари-НН. Именно такой заголовок теперь будет у всех футбольных матчей с этим коллективом. И хотелось бы отметить, что они поменяли не только основного спонсора, но еще и главного тренера. Александр Киржаков покинул коллектив, ему так и не выдали новый контракт. И лично я считаю, что Нижний Новгород просто кинул своего наставника, и здесь я чуть позже обосную свое мнение. Ну а вместо него пришел Михаил Галактионов, который по аналогии с Валерием Карпиным будет совмещать работу в национальной сборной, в молодежной команде нашей страны и в клубе в Нижнем Новгороде. Ой, простите, Пари-НН. Никак не привыкну к этому галимому названию. И давайте обсудим эту ситуацию, назначение Галактионова и обсудим дальнейшие перспективы клуба. Потому что сама по себе ситуация с Киржаковым, которого здесь кинули просто на этот контракт новый, она может привести к очень серьезным последствиям для клуба. Но сперва хотелось бы напомнить, что наш спонсор компания Балтбет, и она предлагает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также введете промокод, который также указан в закрепленном комментарии к этому ролику, то вы получите бонус. Три бесплатные ставки. Дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги ничем не рискует. Итак, во-первых, касательно Михаила Галактионова, лично я отношусь к нему крайне позитивно. На мой взгляд, Михаил – это один из самых перспективных наставников России. Мне нравилось, как он работал в молодежной сборной, и там он показал, что является по-настоящему сильным тактиком. Он строил качественные коллективы, играющие, с понятным рисунком. А это большая редкость для национальных сборных, потому что, сами понимаете, одно дело в клубе, когда ты постоянно руководишь одним и тем же составом, а другое дело – сборная, когда команда, собственно, собирается раз в несколько недель, и поэтому сыгранности достигнуть очень тяжело. Но у Галактионова были именно играющие команды с рисунком, с почерком. Почерк был самый разный, то есть в зависимости от состава команды могли быть более осторожные, более атакующие, более комбинационные или более силовые. То есть Галактионов – это очень адаптивный наставник, который способен в зависимости от состава выстраивать совершенно разные стилистики игры. И это важное качество для Нижнего Новгорода, потому что состав команды откровенно средний. Я вот, например, перед стартом сезона считал, что Нижний вообще вылетит, но в итоге Киржаков добился потрясающих результатов, на мой взгляд, с таким-то составом. И это, кстати, снова к вопросу о том, стоило ли убирать Киржакова. Но это мы еще обсудим. Так что Галактионов – это тренер очень интересный, молодой, перспективный. Сейчас он голоден до футбола, потому что молодежка не выступает, и ему нужно о себе заявить. И при этом, хоть он и молод, но опыта полным-полно. С молодежными юношескими командами он уже долгое время работает. Работает неплохо, с определенными успехами. При нем молодежка стала сильнее, чем была в предыдущие годы, на мой взгляд. Ну и плюс к этому был футбольный клуб «Ахмат», где 9 матчей Галактионов провел в качестве тренера. То есть треть сезона в клубе российской премьер-лиги он провел в качестве наставника. И имеет опыт работы со взрослой командой. Причем еще и с «Ахматом», где, сами понимаете, очень специфические условия работы. Это начальство такое харизматичное, скажем так. Условия для работы специфические, учитывая специфику региона. Но Галактионов как мог здесь, приносил результат. На мой взгляд, Галактионов не провалился в «Ахмате» в 9 матчах. 4 поражения, да, но 2 победы и 3 ничьи. И хотелось бы отметить, что из трех ничейных результатов, 2 это были матчи с «Зенитом» и «Динамо». То есть здесь можно засчитывать эти ничейные результаты за победы фактически. Так что в целом команда показала себя неплохо, на мой взгляд. При этом, что очень интересно, «Ахмат» вот в этот период при Галактионове показывал достаточно смелый футбол. У них было 52% владения за матч в среднем в этих 9 встречах. При том, что если брать весь сезон 17-18 года, там у «Ахмата», ну тогда еще Терека, простите, было 48,3% контроля. То есть здесь мы видим, что команда в среднем играла куда смелее, чем вообще в целом в этом сезоне. Ударов они также наносили много. 12,6% в противобес. 12,3% по тому чемпионату в среднем за весь тот сезон. То есть Галактионов, несмотря на то, что он попал в сложный график, где был и «Зенит», и «Динамо», и «Ростов», и другие крепкие коллективы, несмотря на это, команда действовала смело, шла вперед, играла с процентом контроля под 60, даже против топовых соперников. В общем, интересно было на это смотреть, но, возможно, именно этот дерзкий такой авантюризм и подвел Галактионова, поэтому команда часто все-таки проигрывала и проигрывала в достаточно обидном стиле, когда казалось, что они играют-то неплохо, но упускают свои моменты, а в контратаках нарываются на забитые мячи. Поэтому Галактионов, в принципе, сам по себе пытается, наверное, ставить симпатичный футбол. Как я уже сказал, в молодежке бывали разные периоды, в том числе и прагматичные, но у Галактионова нету вот этой физручности, которая присутствует у отечественных наставников в большинстве своем. То есть есть все-таки какая-никакая, но тяга к конструктиву. И в данном случае он может стать, ну, наставником вроде Осенькина или, например, нынешнего Шалимова, то есть человека, который, имея средний состав, готов играть достаточно смело. При этом Галактионов знаком с некоторыми футболистами, Нижнего, в частности, Сулеймановым, который совсем недавно играл у него в молодежной сборной. Как Коев был в молодежке Галактионова вообще капитаном. Ну и Гойло. Гойло — это голкипер, который принадлежит Зениту. Сейчас, учитывая то, что Нижний кинул Кержакова, не исключено, что Зенит заберет всех своих арендованных игроков. Кравцова они точно заберут, Гойло, наверное, тоже заберут. Но если Гойло останется, ну тогда он будет тренироваться под руководством Галактионова, который его в свое время ставил основным в матчах молодежной сборной. Так что здесь, в общем и целом, плюс, конечно же, присутствует. Галактионов — это интересный вариант, но я до сих пор не могу понять, а что за ситуация сложилась с Александром Кержаковым. Потому что там по интервью было очевидно, что Кержаков-то хочет остаться и готов продолжить работу, и ждет предложения. Но ему так и не выдали нового контракта. Причем фактически его кинули, потому что долгое время тянул Нижний Новгород и не давал никакой конкретики. Будет новое соглашение — не будет. За это время Кержаков мог бы уже найти себе новую команду, в принципе. Потому что пока Нижний Новгород там думал и рассуждал, ЦСКА нашелся нового наставника, не знаю, тот же самый Динамовский коллектив, тоже вроде как нашел нового тренера Сочи, нашли себе нового наставника Гаранина. Понимаете, Кержаков мог бы просто устроиться где-нибудь на работу, но его, простите, мурыжили здесь все это время. И в итоге сейчас на фоне данного инцидента вполне возможно, что Нижний лишится определенной поддержки от Зенита. Я не буду говорить, что Нижний был там фарм-клубом Зенита и так далее, потому что вот последние события с тем, как обошлись с Кержаковым, они как бы подтверждают, что, видимо, не особо здесь фарм-клуб был Зенитовский. Но то, что взаимосвязь была, это несомненно. Тем более, что Кержаков, ну, по этому делу, Кержаковы старались помочь. Зенитовские представители посылали ребят в аренду молодых перспективных и так далее. И здесь, ну, скажем так, была определенная связь между коллективами. Сейчас этой связи не станет. И непонятно вообще, каким образом команда в ближайшее время будет укрепляться. Если раньше они получали того же самого Гойла, того же самого, не знаю, Миладиновича из Сочи или там Кравцова из Зенита, то вот сейчас команда может остаться фактически без вот этой подпитки со стороны Зенита, Сочи и остальных. А смогут ли они сами вести транспирную кампанию под того же самого Галактионова? Ну, я не знаю, сколько там готов денег выделить тот самый букмекер, который фактически приобрел команду. В общем, сейчас хотелось бы отметить, что Галактионов сам по себе смотрится неплохим вариантом для Нижнего. Но, учитывая то, что команда сейчас фактически кинула Кержакова и может оказаться в сложной ситуации с точки зрения менеджмента, я не уверен, что Галактионов справится со своими задачами. Состав слишком слабый. А Михаил Галактионов – это человек, который все-таки привык работать с элитной группой футболистов, скажем так. Да, на молодежном уровне, но это были, простите, лучшие молодые футболисты страны, которые попадали к нему в команду. Футболисты, которые стали в том числе и звездами, я бы сказал, европейского уровня сейчас, как тот же самый Сафонов и так далее. Поэтому в данной ситуации, опять же, мое мнение, что Галактионов – это интересный вариант, но неизвестно, как он справится с командой, где очень много средненьких исполнителей, которые по таланту своему, по своему потенциалу уступают тем же самым ребятам, которые были у Галактионова в молодежной сборной. Так что риск присутствует. А учитывая то, что Нижний фактически кинул Кирожакова и Зенит в его лице, но здесь перспективы клуба резко ограничиваются на ближайшее время. Нижний будет бороться за выживание, и не факт, что выживет. Винить в этом Галактионову, я считаю, смысла нет, потому что сейчас Нижний может остаться с составом уровня ФНЛ в высшей лиге, и поэтому здесь команда в каком-то смысле сама себе подписывает смертный приговор. Но поживем – увидим.